Запорожец на металлолом. Сейчас хозяева стареньких автомобилей поступают именно так. А вот карагандинка Ольга Фисенко собирается подать в суд на своих соседей, которые разобрали на запчасти старый автомобиль ее умершего деда. Соседи же утверждают, что машина принадлежит им. Чей Запорожец и дойдет ли дело до суда? В сопутанной истории разбиралась Анна Эльшалкарбек. Эти кадры зафиксировала внучка Николая Фисенко, хозяина когда-то знаменитого Запорожца. После его смерти машина некоторое время стояла в гараже. Не работала только коробка передач. Сейчас от машины не осталось ничего. Соседи забрали из гаража все, что смогли. Дед сам строил этот гараж в советское время. Есть фотографии еще советские, что пустырь, вот это все еще ничего как бы нет. Он строился забора, который тут находится, его раньше не было. Они то, что общались, через них выходили. Поэтому когда уже пришли сюда, они уже начали забор поставить. И получается, вот из чего он стоит, это вот все дедушкино было. А недавним утром они все-таки разрезали транспорт сварочным аппаратом. Собирались сдать в металлолом, как лезвием по сердцу. Не скрывает свои обиды законная наследница раритетной машины. Эту машину все знали. Вот все. Получается, дочке еще было, года еще не было. Мы крестили, брат делал нам праздник, мы на машинах катались. Парень, водитель мне показывает видео, говорит, смотрите, говорит, меня, говорит, обогнал Запорожец, говорит, с номерами М-М-001-Е-Т-М. Мы как давай смеяться, я говорю, это мой дедушка. Сейчас на руках внучки только копия документов на машину. Больше всего ее удивляет, что соседи оценили машину как плату за труд, уверяя, что ухаживали за стариками. Несправедливо, считает внучка Николая Фисенко. Ведь он в свое время всегда был готов помогать всем, не требуя ничего взамен. 9 мая труженика тыла должны были наградить медалью. До радостного события не дожил и не заслужил такого отношения соседей Ахметовых, продолжает внучка. А к запорожцу относился с особым трепетом, а не как к старому хламу, подтверждают соседи. А так он вообще никого никогда не обидел, такой добродушный мужчина был. Дед вообще прекрасный. Я же за него даже готов был все сделать. Ну вообще-то это несправедливо, нельзя было так делать, чтобы забирать и все. Человек умер, это грех большой. Машину неродивые соседи возвращать не собираются. Более того, утверждают, что у них есть полное право на нее. Якобы перед смертью супруга Николая Фисенко официально заверила в машину соседям Ахметовым. Хотела оформить и дом, говорят нынешние хозяева Запорожца. У нас есть документы, у нас все по закону. А если им что-то не понравилось, это их личное мнение. Она же написала, забирайте все. Она так написала. Внучка уверяет, что бабушка не могла подписывать какие-либо документы, поскольку когда-то в суде ее признали недееспособной. К тому же семью Ахметовых никогда не признавала за родных, чтобы взять и доверить все имущество, когда есть и дети, и внуки, которые также ухаживали за пожилыми людьми. А к еде чужих людей и вовсе боялась притрагиваться. Что происходило на самом деле в стенах этого дома пару лет назад, неизвестно. У каждого своя правда. Сейчас внучка Фисенко Николая и Евгении желают одного, чтобы нечестные понесли справедливое наказание. Или же вернули все, что осталось от машины. Как память о любимом дедушке. Я хотела бы, чтобы он вернул эту машину, но это уже не получится. Он ее мне уже не соберет, как говорится. Я честно хочу, чтобы их за это наказали. Просто наказать. А нашел Корбек, Баужан Алипов, Евгений Афанасьев, Первый, Карагандинский.